Ранее в ARK О нет, о нет, что ему надо? Охренеть! Вы чё, вы чё, ребят? В этой серии... Как считаешь, мы неплохо подготовились? Ну, в принципе, неплохо. Коллега, вы кажетесь очень тоскливым. Понимаете, несколько секунд назад я радовался тому, что у нас наконец закончилось финансирование, а это значит конец раскопкам. Но потом я задумался и чё-то взгрустнул. Вы задумались о том, как найти финансирование? Нет, боже упаси! Я задумался о том, что я буду делать, когда всё закончится. Я так долго этим занимался. Вы наконец задумались о том, какой могла бы быть ваша жизнь, если бы вы не занимались тем, чем занимаетесь? Вы имеете в виду археологией. А то, чем вы занимаетесь, ни при каких обстоятельствах нельзя называть археологией. Ну, не знаю. Разве вы не задумались о том, какой могла бы быть ваша жизнь? Выбери вы другой путь. Ох, вы мало обо мне знаете, Фёдор. Вот вы обо мне точно ничего не знаете, потому что меня зовут не так! Ох, хорошо, коллега, так и быть, раз вы хотите этого, я не могу. Всё, надо рассказать вам свою историю, понеслась. Слушайте. Знаете, я просто хотел заполнить паузу, пока мы копаем, забудем об этом. Дело было в Петербурге. Прекрасный живописный город, который, однако, имеет свои тёмные стороны. О, Господи. Поверь, я хорошо познакомился со мраком этого города, ведь я работал опером. Вы работали опером? Да, и это объясняет мою тягу к расследованию. Кому объясняет? Мне. Я перевёлся на службу из Москвы, чтобы оказаться поближе к своей невесте. У вас была невеста? Что значит была? И что значит невеста? Однако я всегда мечтал стать стендапером. Стендапером? Вы шутите? Шутил бы, если бы стал стендапером. У вас вообще нет чувства юмора. Хорошо, что вы не стали стендапером. Все бы в зале сгорали от стыда от ваших недошуток. У меня и было недошуток, потому что в городе начались таинственные исчезновения тел молодых девушек из морга. О, боже мой. Да, мы давно так и не смеялись. Смеялись? Это чёрная комедия, поэтому это всё было очень забавно. Особенно уморительным был мой наставник Гоша, опер-суицидник. Суицидник? Он переживал самый чёрный момент в своей жизни. Я бы сказал, он чем-то на вас похож, коллега. Но опять же, это чёрная комедия, поэтому наблюдать за ним было очень весело. И вместе с Гошей мы занялись расследованием этого мрачного дела. Погодите-ка, там столько всего происходило, и всё это так стильно снято, и актёрский состав шикарный. Стоп, стоп, стоп. Вы что сейчас пересказываете мне сюжет сериала 1703, который эксклюзивно выходит на ОКО? Ссылка в описании. Продолжаем раскопки. Круты. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова с вами играем в Ark Survival Evolved. Это особенный выпуск, друзья. Я старался как никогда. Поэтому, друзья, сразу заранее поставьте лайк, чтобы потом не забыть. Подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. И напишите какой-нибудь комментарий. Например, о ваших чувствах по поводу этого выпуска. Спасибо. Прежде чем мы приступим к игре, я хочу вам всем, друзья, сказать, что этот эпизод Ark является последним. Это финал. Я не хочу сказать, что я никогда в жизни больше не запишу Ark. Но на данном этапе, в данной конкретной истории, которая перед нами разворачивается, это жирнющая точка. Казалось бы, да, это просто всего лишь какой-то летсплей. Но с тем, что у нас в итоге получилось, для меня это, по крайней мере, чуть больше. Нечто больше, чем просто летсплей. Это мой творческий порыв. И когда я оглядываюсь на предыдущие эпизоды, которые уже вышли, и вижу все те сюжетные повороты, которые там мы с вами наблюдали, я понимаю, что мой творческий порыв внутри требует красивого финала. И это грустно. Это сильно печалит. И когда я писал сценарий, у меня внутри что-то... Что-то очень сильно меня тревожило. Мне было страшно. Страшно отпускать персонажей. Страшно завершать историю. Всегда страшно, потому что не знаешь, что будет дальше. Но я думаю, что мне, как творцу, это необходимо сделать. Все хорошие истории должны подойти к своему завершению. Давайте посмотрим, какое оно будет. Приступаем. До-до, тут стало слишком опасно. Я тебя переселяю. Вниз! Я не хочу, чтобы тебе и другим моим питомцам прилетело, поэтому ты будешь ныкаться здесь, в этой щели. Эти ребята могут в любой момент напасть. Мне нельзя медлить. Турели стреляли всю ночь. Надо посмотреть, сколько там патронов. Отлично, запас. Охренеть, какой запас. Нифига себе. Я даже не ожидал. Навозник взбудоражен. Видимо, чует приближающееся дерьмо. А спирит где-то там гуляет по миру сновидений. Проснись. Точно, у нас же был альянс. Альянс был. Ребята, вы там? Чувак, который хотел седло. Как-то мы его звали. Дуи78. Они не отвечают. Отличный альянс. Шикарный. За все эти десять минут, что длилось ночь, я не сомкнул глаз. Поэтому я толком не устал. Пойду работать. На случай, если нас сломают, я должен защитить своего грифона. Это самое ценное сейчас. Простите, ребят, что вы это услышали. Но да, это самое ценное. Я запихнул его в криокапсулу и спрятал в ящике под деревом. Надеюсь, не заметят. Спирит, отлично, ты тут, наконец-таки. Привет. Здорово. Чувак, мы чудом отбились. Я не знаю как. Ну, турки по ним постреляли, скорее всего, из-за этого они и свалили. Похоже на то, похоже на то. В таком случае нам нужно больше турелей. Для этого нужны рез. Я за жемчугом тогда побегу. Да, давай, хорошо. Стой, стой. Что? Да, что? Надо по-другому. Надо патроны, больше патронов. Больше патронов принято. Надо сложить всю свою броню и идти добывать резы. Спирит говорит, что нам нужно очень много обсидиана. Я пошел его добывать. Также нам нужно очень много жемчуга. Я знаю, где его добыть. Боже мой, я надеюсь, мы сможем справиться с этим. Вот, вот здесь жемчуг. Я не улечу, пока не добудут целую кучу жемчуга. Пока не залутаю все это мелководие. Жемчуг есть, посмотрите, как его много здесь. Отлично. Ого, уже собрали 136. Акула, акула. Так, на риф. Встали на риф. Нет, я не могу вставать на риф. Я должен собирать жемчуг. Это не такая большая опасность по сравнению с тем, что ждет меня. Какого хрена ты вообще сюда приплыла? Мне не до тебя сейчас. Уйди. Хорошо, аккуратненько. Я сам хышник. Понятно тебе? Со мной вообще не связывайся. У меня орел еще надо мной летает. Он сможет тебя... Не знаю, сможет ли он ее убить? Не хочу проверять. Потому что я знаю, какую-нибудь глупость сделаю. Орлана, хватай меня! Куда ты? Ко мне! Быстрее! Есть! А-а-а! А-а-а! Хорошо, я был близок к смерти. Ну все окей, все обошлось. Давайте попробуем все-таки убить эту акулу орлом нашим. Хрень полная получилась. Ну-ка, погоди-ка. Погоди-ка. Жалкие попытки. Ладно, будем собирать так. Акулы сейчас пока нету. Я смогу. Хорошо, мы набрали реально огромную пачку жемчуга. Надеюсь, этого хватит. Отлично! Красава! Вот это оборона! Еще две турели поставил. Заряженный, готовый к стрельбе. Как считаешь, мы неплохо подготовились? Ну, в принципе, неплохо. То есть, если бы я был до топ-трайда, я бы, чтобы вот это вот все разломать, я бы на это силы не тратил. Этого недостаточно, у нас еще грядки здесь стоят. Проблемы с дырами, что ли? Да-да-да, их нечем поливать. Вода липать сюда или крафтить резервуары, чтобы забирать с дождя. А-а-а, слушай, я не знаю, а дождь вообще достанет до резервуара здесь? Или лучше все-таки с реки взять? Он будет пополняться, если он будет стоять под открытым небом. Слушай, давай сделаем и то, и то. Вот так вот он стоит. Надеюсь, туда будет капать вода. Надеюсь, будет. Этой ночью я так и не смог уснуть. Но это не от того, что нас хотят сломать, а из-за спирита. Чувак, ты че? Ты че так стоишь? Как будто одержим дьяволом. Он, походу, лунатит. Некомфортно мне с такими. На какой вообще сон я рассчитываю? Я сплю на какой-то фабрике, где все время каратит электричество. С чуваком-лунатиком. И под постоянную угрозу того, что нас разграбят. Ладно, знаешь что? Давай я тебя аккуратненько уложу. Мне так будет гораздо спокойнее. Да и тебе тоже. Вот. Все. Спи. Спи. Ну, как-то так. А уже тем временем утро. Что ж, давайте протягивать трубы. Пока есть время. Нам нужны наши грядки как следует обеспечить водой. И если резервуар не справится, то справится вода из реки. И последняя труба встала. О, это было долго. Посмотрите, какую я сделал смешную трубу. Максимально неровно. Напоминает мне американские горки. Только очень стрёмные и ненадёжные. Ладно. Надеюсь, этого достаточно... О-о-о! Что это за странный полёт камеры? Ладно, тут всё глючит. Это плохой знак. Я и Спирит сделали всё, что в наших силах. Надеюсь, мы готовы. Надеюсь, мы зададим им жару. Я прибежал на место нашего дома. Шипы на месте. И немножко дома тоже на месте. Спирит, кажется, говорил, что никакой трайп не станет тратить на это время. Но они запарились так, как следует. Они потратили максимум своего времени, чтобы унизительно нас разбить. Господи, я правда надеялся на что-то другое, что мы выстоим. А как там мои животные? Боже мой! Надо проверить их. Мне страшно смотреть. Мне страшно смотреть, потому что здесь никого. Блин, нет! Кроме Додо. Не сдаёмся. Не сдаёмся ни в коем случае. Додо не сдался, и мы не должны. Мне кажется, этим домом я дорожил больше всего. Это было... Извините. Это было... Ладно, уже не важно. Додо. Всё-таки мне интересно, как тебе удалось выжить одному-единственному здесь. Что? В чём твой секрет? Секрет очень прост. Я смотрел в стенку. И всё? Я не понимаю, что это значит? В чём прикол? Прикол в том, что если ты не видишь проблему, то её как бы и нет. Вот и всё. Надо было слушать тебе меня, чувак. Я знаток выживания. Настоящий мастер. Эй, чё ты на меня не смотришь? Применил мою тактику? Нет, я смотрю сейчас на какую-то кровать здесь. Это наверняка кровать этих ребят, которые нас сломали. Герои Земли. Какое поэтичное название. Ублюдки Земли! Вот кто вы! Что это? Птица идёт! Отлично! Тебя мне... Ага! Это я не от тебя обосрался, а в принципе, потому что цикл подошёл, понимаешь? Цикл говна в моей жизни. Так, всё, я сбросил хвост. А как же мой ящик? Точно ящик? Он здесь! Мой грифончик здесь! Прекрасно! Господи, как я счастлив! Как я счастлив, что он жив! И как мне печально, что всё так обернулось. Может быть, мне стоит, как и Додо, просто лечь и отвернуться от всех проблем? О, ты смотришь на меня? Мне так приятно, что ты не считаешь меня своей проблемой. Не переживай, чувак. Теперь начинается новая глава выживания. И главным героем её станет Додо. Меня убили! Хай бой меня убил! И Додо тоже сдох. Ха! Ладно, с этим местом покончено. Мне нужно уходить. Мне нужно продолжать двигаться дальше. Куда бы меня ни завела моя судьба корявая. Берём нашего грифона и все ресурсы, что мы добыли. Как приятно ощущать это чувство полёта. Оно, знаете, бодрит. Полетели, мой друг, полетели! От! Набираю максимальную скорость. Умчи меня отсюда, пожалуйста, куда-нибудь в мирные земли. Где-нибудь я смогу наконец-таки жить счастливо. И не в такой холод. Вот сюда, да, в пустыре. Чем жарче, чем лучше. С меня хватит этого холода, что остался позади. Я иду вперёд. В тепло, в зной, в камни. В сраное бомжатское место, которое только можно найти на этом острове. Как будто бы здесь моё место, на Ачибе. Вот это прикольная скала, на самом деле. Посмотрите, здесь можно спрятаться. Мне кажется, здесь идеально можно спрятаться. Кто когда вообще здесь посмотрит? Отличная идея. Я спрячу здесь своего грифона. Вот так. Смотрите, идеально сливается с камнем. Эх, жалко сейчас коллега не видит, как я замечательно копаю. А ведь это впервые. Он бы, наверное, глазам своим не поверил. Хотя, признаться честно, меня как начальника не устраивает, что он прогуливает работу. Коллега, вот вы где. Вы что, спятили? Какого чёрта вы меня закопали? Дело в том, что я наконец-таки осознал, что мы на протяжении всех сезонов делаем кое-что не так. Хо, что интересно? Копаем где попалось без какой-либо логики? Нет. Мы ждём иного результата, совершая одно и то же действие. Какого действия? Мы занимались раскопками, а значит, я подумал, что пришло время заняться закопками. Лучше бы вы себя закопали. Господи, вы хоть понимаете, как тупо звучит всё, что вы говорите? Коллега, я вдруг понял, как сильно вы похожи на своего отца. Он тоже так ругался, когда я его закапывал. Что? С другой стороны, вы чем-то отличаетесь. Ведь он был необычайно молчалив, когда я его откопал. Так, доставайте меня сейчас же! Куда вы смотрите? Коллега, у нас проблемы. О, у вас они будут, когда я выберусь отсюда. Надвигается буря. О, да, я вам такую бурю сейчас устрою. Коллега, я не шучу. У нас мало времени. Прошло уже много времени, я здесь обосновался и нашёл прекрасную скалу. Вот она! Посмотрите. Видите, я уже начал здесь строить. Я построю базу. Прямо она прорастёт из скалы. Вот так. Во, видите? Идеально встал фундамент. И вот такую вот скальную халупу я себе сделал. Это гениально выглядит, я знаю. Смотрите, как мой дом красиво вписался в скалу. Ох, это прям как миниатюра. Очень красиво выглядит. Но это лучшее, на что я сейчас могу рассчитывать. И, кстати, спирит исчез. Я не знаю, где он. Он давно не появлялся. Поэтому будем считать, что я опять остался один. Но с грифоном. Восемь грёбаных часов спустя. Пауэрдрич не любит одиночество, поэтому я приручил птера. Смотрите, какой красавец. Птеров я уже вот так вот приручаю, как два пальца обос... И не только птера, но ещё и двух додошек. Посмотрите, додой и додошка. И они уже влюблены друг в друга. И уже собираются яйца делать. И на этом я тоже не остановился. Ведь я приручаю себе дельфинчика. Ничего, дельфинчик. Скоро и ты умрёшь, будучи в моём трайве. Но пока ты карась. Что, по-вашему, это яхтезавр, не карась? Тогда почему его зовут карась? Мне кажется, я специально даю такие мерзкие имена своим животным, чтобы они захотели умереть, и им не так было обидно. А теперь плывём, короче. Плывём. Посмотрите, как быстро мы можем теперь под водой перемещаться. И добывать полезные ресурсы. Например, жемчуг. Я не знаю, что я буду с ним делать. Красоваться, наверное. Здесь пипец, как тесно. Но зато очень уютно и безопасно. Я не буду сложа руки сидеть. Я буду продолжать развиваться. Пока что отсюда. Потом мы сделаем себе много ресурсов и построим какой-нибудь дом в другом месте. Я не вечно буду под скалой жить. Но что вечно будет, это моя непоколебимая воля к жизни, к победе, к чему угодно. Недолго я был в одиночестве здесь. Посмотрите, кто к нам причалил. Это что, плод? Это плод с турелями, вы прикиньте? Железный плод с турелями. Охренеть. Надо исследовать. Надо понять, насколько опасно это. Аккуратненько подбираемся. Тихонечко. А! 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 Нет! Очень опасно. Нет, я это так не оставлю. Я должен подойти ближе и понять, как он устроен, этот плод. И вообще, есть ли кто там сейчас? Может быть, удастся поговорить просто? Вот так вот, аккуратненько. Есть! 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 Прямо под турелью подплыл. А! Все. Все окей. Все окей. Все окей. Живы. Живы. Можем ли здесь встать? Ну-ка. Оп! Какой прыжок. Отлично. Кошленем, чтобы заразу распространить, чтобы они там все заболели, сдохли. Кто тут? Кто тут у нас? Никого. Я не понимаю, кто там. Я не буду ждать, пока они меня разгромят. У меня есть одна идея. Хотя бы одна победа должна быть у Пауэрдрича сегодня. Я сделаю так, что эти ребята больше никогда отсюда не уплывут. Я решил заставить их воротами. Я буду ставить врата. И они же будут меня закрывать от турелей. Поэтому я сейчас красиво замурую своих новых друзей. Ах, на это очень много времени ушло. И посмотрите, сколько раз я уже сдох здесь. Мне приходится постоянно летать на остров и добывать ресы. Замуровывать врагов это очень дорогое удовольствие. Но на того стоит. Я хочу маленькую победу одержать, понимаете? Хотя бы, хотя бы вот так. Представляете, как будет им обидно, когда они поймут, что их плод застрял. Им нужно будет каким-то образом это ломать. Я не знаю, как они это будут делать. И я не знаю, как ломать стены. Я пока еще ни разу этого не делал за всю игру. И последние врата готовы. Добро пожаловать, друзья. Все, они никогда больше отсюда не уплывут. Когда они проснутся, они оценят эту шутку, я уверен. Я проснулся мертвым. Шутка им не понравилась. Мою базу снова разгромили. Нету здесь места. Нету места на этой карте, где бы меня не нашли. Я чувствую себя таким беспомощным. Когда же, наконец, я сдамся? Сколько я еще это буду терпеть? Я буду терпеть это пока могу. У меня еще есть грифон, которого я удачно спрятал. Я буду продолжать развиваться снова. Как всегда, приручать Тера сначала. Тера готов. Назову, конечно же, миссис Клюв. В честь сотен погибших миссис Клюв до нее. Ну что, полетели? Давай быстрее. Какая медленная птица. Опа, смотрите, сейчас что-то здесь классненькое будет. Нет, 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 нет. На нас грифоны напали. Нет, свист. Не бейся с ними, миссис Клюв. Не бейся. Пожалуйста, лети сюда. Я не могу помочь никак. Бей, бей, Питер. Ты можешь помочь. Помоги. Нет. Твою мать. Так, она мертва. Надо подобрать ее. О, я травмирован. Меня убили. Грифон остался там. Срочно бежим к нему. Пока еще не было таблички, что он сдох. А, аккуратней. Все бегут помогать мне. Все бегут. Все хотят, чтобы пауэрдрича все получилось. Быстрее, быстрее. Так. Вон он. Вон он дерется с ними. Красава. Походу, они не могут его кацануть. А он их. Вот такая вот идиотская борьба получается. Но я должен вмешаться и спасти его. Как я вообще туда доберусь? Он так высоко. Спустись ко мне. Почему он не реагирует на свист? Почему? Ах, в какой красивой позе ты погиб. Смотрите на этих стервятников. Довольные летят вниз переваривать моих питомцев. Питомец не от слова питания, ублюдки вы. Ах, вот так вот еще много часов пауэрдрич стоял и смотрел. Смотрел на мешок, который остался от его труба. И понимал, что у его пути лишь один конец. Как бы он не старался. Как бы не боролся. Нам нужно срочно уходить отсюда. Коллега, давайте успокоимся. Буря еще далеко. Время еще в запасе есть. Уходим отсюда. Возможно, еще есть шанс. Коллега, мы не можем отсюда уйти, пока не найдем все улики, подтверждающие существование пауэрдрича. Мы же за этим сюда и пришли. Но почему? Почему вы такой упертый, как баран? Мы перекопали всю пустыню и ничего не нашли, кроме ваших фантазий. Неужели вы не понимаете, что пауэрдрича никогда не было? Не было? Да, не было. И если мы отсюда не уйдем сейчас же, то мы сами станем ископаемыми. О, боже мой. О, боже мой, вы правы. Я? Прав? Невероятно. Вы были правы с самого начала. Это какой-то подкол, да? Нет. Возможно, пауэрдрича действительно никогда не было. Так вы признаете? Коллега, я так вам благодарен. Все это время я не хотел признавать, но вы открыли мне глаза. Спасибо вам большое. Ах, слава богу, вы наконец-таки все поняли. Да. Я все понял. Ну, раз так, то давайте уходить. Пожалуйста, пойдем. Как раз теперь, коллега, мы точно не можем никуда уйти. Что значит не можем? Что вы делаете? Я готовлюсь к встрече с ним. Что? Вы сами сказали. Пауэрдрича никогда не было. Все дело в том, что мы пытались найти его в прошлом. А нужно было искать будущее. Я не понимаю. Вы все понимаете, друг. Нет, нет. 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 Мы и есть ископаемые. Я не хочу. Я не готов. Не бойтесь. Я с вами. Я буду с вами всегда. Что это? Это заметки археолога. Я вел этот дневник, чтобы передать знания будущим поколениям. А что, пустой? Да, он пустой. Я не умею писать, к сожалению. Единственное, что мне удалось выписать, так это несколько английских слов. Мы ведь в другой стране, и я решил выучить язык по завершению раскопок. Ну да ладно уж. Я готов. Почему? Почему вы такой спокойный? Потому что, коллега, я иду навстречу своей мечте. Это конец. Все будет хорошо, коллега. Вот увидите. Нет. Нет. Где вы? Нет. Я неископаемая. Я неископаемая. Это послание предназначается тебе, человек. Великий человек. Надеюсь, оно тебя застанет в добром здравии. А если и нет, то не печалься. Ведь я проделал такой долгий путь, чтобы встретиться с тобой. И я здесь, чтобы ты увидел, как я боролся, чтобы найти тебя. И я верю. Я верю, что нашел. Ты существуешь. Ведь ты читаешь это послание. И потому ты знаешь, что я тоже существовал. И я хочу сказать тебе, вставай, если ты упал. А если стоишь, иди. История, как и от меня. И только если ты продолжишь бороться сейчас, несмотря ни на какие препятствия и трудности, даже если они тебя одолеют, твоя история поможет остальным продолжить твой путь. Мой путь. Путь великого, сильного, несгибаемого, светлого человека. И остался один. Это конец. Нет, я не могу. Я должен идти вперед. Я должен бороться. Даже если я никуда не дойду, я не прощу себя, если не попытаюсь. Я верю, что дойду. Страница из журнала археолога. Страница из журнала археолога. Так. Страница из журнала археолога. 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 Спасибо, друг. Я никогда тебя не забуду. Спасибо, друг. У меня есть на что опереться. Английский словарь археолога. Думаю, здесь он мне пригодится. Правила употребления артикля «The». Пример первый. «The Lupa». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова